Он родился в селении Саграт Ильгунинского района. Будучи восьмиклассником, отправился на фронт добровольцем. Сегодня ветеран вспоминает, что еще в 16 лет был готовым солдатом. Но в силу возраста в военкомате долго не брали на фронт. Сильные были, беззарядка, все это дело, военное дело. Все было как раз, чтобы в армии были. И одно время я отправил в Буйнахский, получаю повестку приземнику Инчилову. И, видите, завтра в 8 часов в моей команде для отправки в армию. Инчилов подал заявление о вступлении в ряды Красной Армии. Учился в военно-пехотном училище в Баку. По его словам, то была хорошая школа подготовки перед настоящими сражениями не на жизнь, а на смерть. Делится, что выдержать тяжелые учения ему помогли хорошие закалка и трудовое воспитание, полученное в родном селе. Мне сказали, будете проходить курсы отдельно от этих твоих земляков. Будете приходить после занятий каждый день в училище. Видимо, вы им больше всего понравились. Да. И мне сказали, вот это курсы подготовки разведчиков. Разведчиков для отправки в ТИЛ. Гаджи Магомедович вспоминает, как в 42-м году его с товарищами после училища направили на фронт, на поле боевых действий, когда враг практически дошел до границ Дагестана, до Малгабекского участка. Это золотое дно Северного Кавказа. Я-то не знал, это такое есть. А немцы заняли его срочным движением через вот эти проливы, через эти хребты, пробили дорогу туда и заняли там подземнее место для приготовления пищи, для отдыха своих снайперов. Вот так подготовили его. И кто близко подойдет, лоб или в сердце. Никто не знает, если спросить, откуда стреляли под тебя, это ответ. Впрочем, долго служить пехотинцам Инчилову не пришлось. Его отличника боевой подготовки направили в разведку в Ингушетию для изгнания немцев с Кавказской земли. В каждом шагу и противник, и наши воины. И наши погибали, и немцы погибали. Немцы тоже сражались, как могли. Не видел я ни одного немца, чтобы убегали. Во время войны Гаджи Магомедович не раз был ранен. Едва не лишился ног после обморожения. Был демобилизован в июне 46-го года в связи с приказом Сталина о демобилизации единственных сыновей и учителей. Самая кровопролитная из кровопролитных войн – это Вторая мировая война. Самая кровопролитная. Не было семи районов, где не погиб кто-нибудь. Основная масса этой молодежи участвовали. После демобилизации Инчилов женился и до самой пенсии работал. Сначала народным комиссаром, потом прокурором в разных районах республики. Его воспоминания и рассказы о Великой Отечественной войне дорогого стоят. Его жизнь и его война – это подвиг на века. Не только для него, но и для каждого из нас. Наталья Ханбабаева, Алина Багилова, Салман Детихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ.